Привет! С вами Великова Алла и детский сад Любимчик. У нас сегодня детишки, творческое занятие. Да, Иришка, расскажи тебе сколько лет? Четыре. Четыре годика. Ну и что ты делаешь? Что ты здесь делаешь? Расскажи, покажи нам. Расскажем. Круто. Ну и что у тебя тут? По цифрам что ли, по цветам? Здорово. Сонечка? Ёжик. Ёжик даже у тебя? Здорово. Соня, у тебя что как? Так, Соня пока у нас немногословна. Но она в процессе, да? Первое такое у нас на сегодня развивающее занятие. Привыкаем к садику, да? Давайте я вам проведу экскурсию по детскому саду. Это у нас игровая комната. Здесь находится одна трехъярусная кроватка. Они вот так убегаются. Ой! Там все чистенько, свеженько. И пелье. Да. Игровая комната. Такая достаточно большая. Так как детишки у нас только привыкают. Час. Вот. Постепенно приходят все в разное время. Вот такая большая игровая комната. А здесь у нас споральня. Она вообще такая уютненькая. Я считаю, кроватки тоже выдвигаются. Пахнет свеженьким. Тоже все куплено. Чистенькая, свеженькая для детишек. Ну, это коридор. Такой. Здесь вот. Ну, что делать, мама? Один дверь. Дом фону. Большой шкаф. Квартира трехкомнатная. Там кухня. Здесь санузел. Мойлер. Горшочки пока два. На каждого ребеночка будет индивидуальный горшочек. Индивидуальное постельное белье. Полотенчики. Все, сейчас ребятки определятся. Подписано все будет. Вот такой большой санузел. Все, в общем-то. Нормальненько. Это Гуля. Гуля, покажись нам. Привет. Гуля воспитатель младшей группы. Значит, будет две группы. Одна группа от годика, да, от десяти месяцев до двух лет. Это кухня-столок у нас. Вторая группа. Значит, вот от двух с половиной лет и лет до пяти лет. Семь лет. После пяти лет, наверное, не будет детишек. Потому что уже возраст другой, и нужно будет другую группу, другой садик. Это первый садик. У нас будет сеть детских садов. Садик находится в Петрищево, дом 31. Квартира 28. Это семейный детский сад. Он находится в квартире. В трехкомнатной квартире. Вот. Все для уюта. Кроватки тоже будет. И постельные белье, и горшочки. Все индивидуально подписаны. Ковры пока есть, но в зимнее время, наверное, будем как-то делать теплые по-другому. Чтобы кроватки, ковры не были рассадником инфекции. Я хочу, чтобы детишки в нашем садике не болели, вот, а чувствовали себя хорошо, были здоровы. Адаптация будет проходить быстро. Педагогов будет два. Свой. Свой будет повар. Да. Все чистенькое, свеженькое. Все по санпину сделано будет у нас. Ну, и обработка. Всего. Вот. Вопросы есть? Пишите, задавайте. Порадую вам на них ответить. Все. Удачи, нового семья. Всего доброго. До свидания.